Здравствуйте! Это новая информационная программа с новостями на русском языке о жизни в Онтарио. Сегодняшний выпуск особенный. Большая часть материалов в нем посвящена событиям, которые пройдут в Торонто в ближайшее время и к которым будет приковано внимание миллионов жителей нашей планеты. Одно из них будет проходить в здании, расположен прямо за мной, в кинотеатре Hot Dogs на улице Блор. В конце апреля и в начале мая в рамках кинофестиваля Hot Dogs будут показывать самые интересные документальные ленты от самых талантливых документалистов мира. Наши корреспонденты уже отсмотрели десяток фильмов, внимательно изучили его программу и расскажут вам о своих находках буквально через несколько минут. Другой спортивный праздник «Панамериканские игры» начнется летом, но многие его участники уже вовсю готовятся к нему. Среди атлетов есть и наши соотечественники. И мы также расскажем вам об одном из них в этой программе. Оставайтесь с нами и не переключайтесь! День Великой Победы Праздник, который наши предки приближали как могли. 5 мая в 12.30 на площади перед мэрией Торонто Покажем нашим ветеранам, что мы вспомним и гордимся победой, которую они одержали 70 лет назад. Конец апреля, начало мая в Торонто всегда означает не только наступление весны, но также почти королевский праздник для любителей правдивого документального кино. С 23 апреля по 3 мая в Торонто проходит самый престижный форум кинодокументалистов и самый крупный в мире фестиваль документального кино под названием «Хот Догс». Такое название фестиваля может быть переведено на русский язык как «горячая документалка». Несколько фривольное, тем не менее, оно хорошо отражает влияние показываемых фильмов на публику. Большинство из них будоражит сознание и заставляет задуматься об интересных, парадоксальных и актуальных вопросах, стоящих перед человечеством. Среди сотен фильмов на совершенно разные темы, от кулинарии и гастролей прославленных рок-групп до серьезных расследований или рассказе о малолетних таксистах Каира, около десятка лент относятся к местам, родным для многих русскоязычных жителей Большого Торонто. И что немаловажно, идут на русском языке. Фильм «Странные частицы» «Strange Particles» рассказывает о молодом физике Константине Анатольевиче, который пытается преподавать в летнем лагере квантовую механику подросткам. Но не стоит опасаться увидеть на экране кинолекцию о замысловатых теориях устройства мира и различиях между классическим и квантовым мировоззрением. В своей картине российский документалист Денис Клеблеев погружает зрителей в удивительный мир, в котором сложные и парадоксальные вопросы превращаются в захватывающую своей красотой и обширностью жизненную картину. Преподаватель Константин Анатольевич пытается привлечь своих учеников к вопросу черных дыр и вселенских минимумов. А они вместо этого погружены в любовные переживания, возбуждены от планов устроить танцы у костра и вообще настроены познавать наш мир по-своему и по своей программе. К примеру, ищут укромное местечко, где можно тайком попробовать алкоголь. Так математический и точный мир Константина Анатольевича входит в состояние ожидаемой, но непростой коллизии с миром молодости и беззаботности. Возникший на этой почве конфликт преподаватели и его учеников становятся главной темой фильма. Как можно научить детей, которые не хотят учиться? Как много можно от них требовать и можно ли вообще? Что значит обладать знанием и не иметь возможности найти достойного собеседника? И что победит? Точные научные формулы или архаичная, но предсказуемая живость молодости? На самом деле, в этом споре побеждает кинозритель. А лучшим учеником, освоившим квантовую механику, стал автор фильма Денис Клеблеев. Ведь он смог стать незаметной частицей, причем совсем не странной, а настолько привычной для всех участников этого захватывающего действия под названием «Жизнь», что присутствие его камеры никого совсем не смущает. В фильме «Разговор» «Конверсейшн» Анастасии Новиковой показывается трогательная история живущего в глухой российской деревне старика. Помимо него в избе ни души, ну разве что только кот. Но где-то в больнице лежит его супруга, бабушка, как он ее называет. И за дня в день он набирает один и тот же номер, ее номер. Эта история рассказана простым языком, но сложными изобразительными средствами. Зритель наблюдает, как старик проводит дни, занимаясь домашними делами. Готовит, убирает в доме, колет дрова. Однако внутри него продолжается бесконечный, непрекращающийся диалог с супругой. Ведь сейчас они по-настоящему делят все на двоих. Старость объединяет. И может быть поэтому сцена, в которой им все-таки удалось поговорить друг с другом по телефону, такая забавная. Где нет пафоса признаний и высоких слов, а лишь простой бытовой разговор двух стариков. Покушал? Покушал. Опять баланду свою? Ага, баланду. Одним словом, жизнь. После такой картины хочется обнять любимого человека и никогда, и никуда его не отпускать. За порогом страха Beyond the Fear. Это фильм не только про страх, но также про один из самых скандальных романов в современной истории Израиля. Режиссер фильма Герц Франк, к сожалению, не успел доснять эту картину. За год до окончания работы он скончался, и ее пришлось заканчивать режиссеру Марии Кравченко. История, которая служит отправной точкой в этом документальном повествовании, известна каждому, кому не безразлична судьба израильского государства. Осенью 1995 года произошло вопиющее событие. На глазах ускандирующей слово «Мир толпы» был убит лидер Израиля, премьер-министр Ицхак Рабин. Убийца не утруждал себя попытками скрыться и сразу сдался властям, заявив, что сознается в содеянном и ничуть об этом не сожалеет. Но этот фильм вовсе не о том, что побудило образованного верующего молодого человека пойти на преступление. Все намного интереснее и необычнее. Судьбой убийцы, ставшего самым охраняемым узником государства Израиль, заинтересовалась супружеская пара иммигрантов-правозащитников из России. Через какое-то время после первого посещения осужденного стало известно, что семья сердобольных правозащитников распалась. Жена и мать четырех детей влюбилась в узника, а затем вышла за него замуж и даже родила от него сына. Убийство, осуждение, скандальная любовь и рождение. И просто бездна мнений, эмоций, точек зрения, которые моментально возникают как реакция на этот невероятный сценарий, написанный жизнью. А где же правда? Она в кадре. 15-минутная кинолента, название которой можно перевести как «Перейти границу», «How to cross» молодого армянского режиссера Сони Кочарян, фокусируется на менее драматичной и скандальной истории, но тем не менее и менее занимательной и удивительной. С крыши дома, располагающегося в Армении, его обитатели могут видеть родное село в соседней Грузии. Родственники, живущие географически очень близко, не виделись уже несколько лет. И однажды они отправляются из деревни, которая не значится на карте мира, в другую, точно такую же деревню, которую в Атласе также не найдете. Вояж сквозь видимые и невидимые границы, туда, где знаешь, что точно найдешь частицу себя. Удивительно поэтичное повествование о том, как географические границы разделяют, но не останавливают нас от поиска своей истории и родных душ. Фильм «Перейти границу» идет на армянском языке с английскими субтитрами. Но поверьте, языковой барьер не так досаден, как реальные границы. Героини фильма «Кровные сестры» Блад Систерс, шведского режиссера Малин Андерсон, наоборот, бегут от своего прошлого и от места, с которым связано их детство. Сестры-близняшки Юлия и Джоанна – беженцы из Азербайджана, перебравшиеся в шведский город Мальма. Когда над Швецией заходит солнце и наступает ночь, в сновидении неразлучных сестер просачиваются кошмары насилия и агрессии, жертвами которой они стали в детстве. Объединенные горем и болью прошлого, сестры поклялись никогда не расставаться друг с другом. Но время не только лечит, но и приносит новые испытания. Повзрослев, одна из сестер находит свою любовь и собирается замуж. Клятва детства или узы брака. Придется ли делать выбор? Или родные души всегда находят идеальное решение? Разрешение этой непростой дилеммы в фильме «Кровные сестры», который покажут в Торонто в рамках кинофестиваля документального кино «Хот-догс» в ближайшие дни. Документальную ленту «Живое пламя» The Living Fire украинского режиссера Остапа Костюка уже называют одним из шедевров современной украинской документалистики. Три пастуха совершенно разных поколений ведут простую и неказистую жизнь в живописнейшем уголке планеты, в украинских Карпатах. С появлением первых признаков весны 10-летний Иванка, 39-летний Василь и 82-летний Иван готовятся к чабанскому лету, когда пастухи ведут отары овец на высокогорные луга, на выпас. Ежегодное путешествие и традиция, которые следовали в здешних местах сотни лет. Но первозданная красота здешних краев и проверенная веками традиция нет-нет, но вступает в противоречие с реалиями современного мира. Кто останется поддерживать пламя традиционного жизненного уклада? И останется ли? Хорошая история в кино очень часто связана со славной историей человека. В фильме «Позитив» украинского режиссера Полины Кельм зрители погружаются в исчезающий, но невероятно увлекательный мир монтажеров кинопленки. На монтажных столах, не меняющихся на протяжении полувека, три работницы киевской кинофабрики мечтают создать такие пахальные картины, как «Аватар». Но при этом не считают технологии компьютерного монтажа очень привлекательными. О магии кинолент, собираемых по старинке, вручную, сложно рассказывать, избежав показа при этом получившегося кино. К примеру, в этом фильме демонстрируются редчайшие кадры киевской городской жизни в начале 20 века и советских времен. Не правда ли, мерцание настоящей киноленты может быть таким завораживающим? Вот, пожалуй, и все о фестивальных фильмах, которые связаны со странами, в которых русский язык используется в повседневной жизни. Но помимо этих картин, в ближайшие дни в рамках фестиваля документального кино «Хот Догс» в Торонто покажут сотни картин со всех уголков планеты и касающихся самых разнообразных тем. И я рекомендую вам не пропустить возможность расширить свой кругозор и узнать что-то очень новое о нашем удивительном мире. Мы рады, когда после визита к нам вы улыбаетесь. Доктор Готовский и его коллеги оказывают все виды стоматологической помощи даже по субботам и вечерами. Говорим по-русски. Запись на прием по телефону 416-636-23-33. Возможно, для кого-то в спорте важна не победа, а участие. Но тысячи спортсменов, которые в июле приедут в Торонто на панамериканские игры, примут участие в этих крупных международных соревнованиях именно ради того, чтобы получить право назваться лучшим в своем виде спорта. И хотя игры называются панамериканскими и подразумевают участие спортсменов только с американских континентов, многие из атлетов не только говорят на русском языке, но также являются нашими соотечественниками. То, что художественная гимнастика пока еще не стала сильно популярным видом спорта в Канаде, слышно даже на слух. Во всяком случае, в этом новейшем спортивном зале в Антарийском маркеме, где во время нашего посещения проходили региональные соревнования по художественной гимнастике, русская речь превалировала над английской. Для Патриции Беззубенко многократной победительностью престижных международных соревнований по художественной гимнастике, такое соединение совсем не в новинку. Она появилась на свет в Ванкувере в семье иммигрантов из России, но в возрасте 4 лет переехала в Москву, где и начала осваивать художественную гимнастику. Теперь Патриция снова проводит много времени в Канаде. На панамериканских играх Патриция будет выступать под флагом с кленовым листом, а за родной спортивный клуб она почитает Центр художественной гимнастики «Салют» в Антарийском маркеме. Я родилась в Ванкувере, но почти сразу же мы с родителями уехали обратно в Россию и жили там долгое время, ну даже не долгое время, сколько лет, 13, пока я не начала ездить опять в Канаду, потому что я начала представлять Канаду с 12-13 лет. Вот, и уже почти 5 лет я езжу из Москвы в Канаду, из Канады в Москву. А вы ощущаете свою принадлежность к русской культуре, выступая за Канаду? Ну, конечно, 12 лет прожив в России, ты невольно ощущаешь всю эту культуру, но я также люблю Канаду, как и Россию, потому что это действительно замечательная страна, и я думаю, что если бы мне пришлось, ну если бы у меня был другой выбор выступать за другую страну, я бы так ее не полюбила, как Канаду, потому что я действительно искренне люблю эту страну, мне нравится, и особенно в Ванкувере спустя 16 лет я опять только туда приехала, то есть я родилась, и только спустя 16 лет я увидела весь этот город своими глазами, я действительно влюбилась в это, это настолько потрясающе, красиво, я почувствовала что-то родное, да, я знала, что там горы, моря, но когда я это увидела сама, это было просто невероятно. Скажите, пожалуйста, гимнастика это спорт, в котором русские спортсмены уже традиционно держат лидерство, вот у вас нет ощущения, что это как бы вам помогает, и как реагируют на это ваши канадские коллеги? Я просто на самом деле об этом не думаю, кто что там подумает, кто что как воспримет, просто иду своей дорогой и работаю, и никого не слушаю. А о чем вы думаете, когда танцуете? О чем я думаю? Надо думать именно о том движении, которое ты делаешь в данную миллисекунду, но это порой действительно сложно всем сконцентрироваться, всегда это сложно сконцентрироваться, то есть иногда ты упускаешь какую-то мысль и невольно делаешь ошибку, но профессионалы пытаются это делать как можно реже или вообще исключать. Выступление очень короткое. А сколько труда у вас уходит на его подготовку? Да, зрителям кажется, что это всего лишь полторы минуты. Ты там за часик до выступления помялся немножко, подготовился и выступил, но не так все просто, потому что даже особенно ради каких-то одних соревнований, допустим, вот Дапанам Геймс, которые сейчас будут в этом году, нужно столько труда вложить в каждые четыре упражнения по полторы минуты, что, я думаю, мало кто может представить и действительно почувствовать, как это сложно. А сегодняшний номер, например, сколько вы готовили? Сколько готовили? Ну, я думаю, уже год прошел. Ну, как готовили? Я готовила всю свою спортивную карьеру к этому выступлению, можно сказать. Почему я должна упускать тот опыт, который у меня уже есть? Я все пытаюсь это в одну кучу собрать и помнить каждый свой день тренировок. И это очень помогает, и ты в себе чувствуешь больше уверенности. И сколько часов каждый день вам приходится заниматься? Ну, все зависит от соревнований и от графика. Ну, в основном бывает, ну, такой стабильный график. То это хореография час с утра, потом тренировка часов до 11, перерыв небольшой и опять зал. Ну, по-разному заканчиваю. Можно закончить за три часа все свои упражнения, а можно долго мучиться. А в школу вы ходите? В школу я закончила уже в России, я уже поступила в институт, а в Канаде у меня остался еще 12 класс. И в какой институт вы поступили? В Санкт-Петербурге, в Лесгофта. А почему вы выбрали именно этот университет физической культуры? Столько заниматься своим делом, спортом, я думаю, что это можно как-то подытожить, чтобы это было как-то хотя бы официально, какой-то документ, что ты и образование получила по этому, и физический, и практический. Вот когда вы работаете над номером, кто вам подбирает музыку? Вы ее сами подбираете? Ну, обычно бывает так, что гимнастка сама все разные, у каждой разный стиль, и она чувствует что-то свое, она предлагает тренеру, уже советуется с тренером вдвоем, и принимает решение, и пробует, может быть что-то хорошо, может быть что-то не очень, и из этого уже исходит. Самое главное, чтобы сама гимнастке нравилась, иначе не будет, иначе будет просто набор каких-то движений, когда ты чувствуешь музыку, когда она тебе нравится, когда тебе нравится композиция, ты... по-другому это все выглядит, и для зрителей, и для судей, и это очень влияет на оценку, на место. Вы будете выступать на панамериканских играх, это же практически олимпийские игры в Америке. С каким настроением идете? Надеетесь получить золотую медаль? Нет, если я буду об этом думать, пиши пропало. Об этом категорически я себе запрещаю думать, и вообще мысль об этом допускать. Я просто думаю о том, как мне правильно, грамотно подготовиться к этим соревнованиям, и что мне надо сделать, как мне нужно себя настроить, и все. У вас такая красивая осанка, и хрупкая фигура. А как вы поддерживаете себя в форме? Я всегда говорю так, когда меня спрашивают об этом, это самое главное правильное питание, то есть все сладкое, все булки, все вредное, это все исключить из своего рациона, и питаться для здоровья, а не для желудка, или для вкуса, или для удовольствия. Питаться конкретно только для здоровья, пить много воды обязательно, и заниматься каким-то видом спорта, которые тебе нравятся, иначе ты не будешь заниматься каким-то видом спорта вообще. А вот вам всегда нравилось заниматься этим видом спорта? Я уже в два-три года по дому круглые сутки ходила, включала музыку, что-то танцевала, сама того не осознавая. Ну, я думаю, маме было очевидно, куда меня отдать. Ну, она подумала, что танцы слишком, ну, просто или банально, она решила художественную гимнастику. Такой вид спорта, правда, да, который включает в себя так много. То есть там и танцы, и это и спорт, и балет, и предмет, и трюки. То есть это было ваше желание? Вам гимнастику не навязывали? Не, не навязывали. Мне никогда вообще родители ничего не навязывают. И я очень благодарна им за это, потому что иначе, ну, я считаю, это неправильно, когда что-то родители навязывают. Если ты сам это выбрал, то и у тебя это получится. А ваши родители чем занимаются? Они тоже спортсмены? Нет, мои родители не спортсмены. Ну, мама занималась гимнастикой какое-то время, но она не захотела продолжать, хотя у нее, в принципе, все было неплохо. Ну, папа бизнесмен, работает. Туда-сюда мотается тоже. Ну, мама больше со мной, она помогает мне во всем, работает вот в нашем клубе. Вот у вас есть ощущение предстоящего праздника? Все-таки это крупные игры, большое событие? Или для спортсменов это как-то по-другому? Я сама задаюсь этим вопросом, но буквально вчера у меня было одно мероприятие в Сити Холл, и там было очень много спортсменов великого, ну, большого класса. И мне было очень интересно с ними пообщаться, порасспрашивать, что, как. Ведь они уже были на Олимпиаде, это моя мечта вообще, поэтому я расспрашивала. Все говорят, что это действительно должен быть праздник, ты должна почувствовать эту атмосферу, и тогда это будет для тебя удовольствие. То есть не расценивать это как я должна там что-то сделать. И я так понимаю, у вас уже готовы номера, и вы знаете, с чем будете выступать? Да, не бывает такого, что перед главным стартом ты с чем-то новым выступаешь. То есть у всех программы уже отработанная, наработанная, готовая, чтобы делать, чтобы быть уверенной в себе. Здравствуйте. Я адвокат и юрист Екатерина Неумина. Каждый день я помогаю клиентам успешно оформить иммиграцию в Канаду. Обращайтесь. Запись на консультацию по телефону 647-778-1104. Спасибо за внимание. Прежде чем мы завершим нашу программу, хотел бы напомнить, что нас также можно смотреть на веб-сайте по адресу в интернете вестник.сей. Также замечу, что мы всегда рады просьбам разместить у нас рекламу и таким образом помочь вашему бизнесу развить успех и получить новых клиентов, чтобы узнать о наших суперценах на рекламу среди молодых, активных и динамичных русскоязычных жителей Канады звоните по телефону 416-273-8545. Успехов вам и отличного настроения! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok